Сегодня Тамбовская областная дума приняла важное решение 27 сентября считать официальным праздником Тамбовской области. Основанной еще в 1779 году Тамбовская область вновь стала самостоятельной административной единицей только 75 лет назад. Празднование момента восстановления исторической справедливости растянулось не на одну неделю. Кульминацией стал праздничный концерт Софии Ротару на Ленинской площади Тамбова. Народной артистке СССР подпевала Екатерина Шмакова. Выступит народная артистка СССР. Правильно, София Ротару. Софию Михайловну одну из самых уважаемых звезд российской эстрады в Тамбове ждали. Первые минуты тамбовчане глазам не верили. Настоящий Али Ротару поет на Тамбовской сцене. Самые любопытные свои сомнения развеяли прямо на сцене. А этот букет тебе отменял, хорошо? Давай возьми на память. Спасибо! Милые девушки, милые женщины, следующую песню я посвящаю вам. А я не знаю, что любовь моя прежняя. Концерт Софии Ротару – гвоздь программы «Юбилея области», но это вечером. А до него с самого утра в Тамбове шли концерты, ярмарки, выставки. Так широко свой юбилей область отметила впервые, да еще и в четверг. Сегодня 75-летие Тамбова, да? Области, да? Да, области. Это же здорово, когда все вместе собираются, когда такой праздник шикарный для души, для тела вообще. Если этот день в четверг, область образовалась в этот день, зачем же переносить? На областной фестиваль многонациональных культур в Тамбов съехались артисты со всей области. Каждый приехал с номером, посвященным своей республике или стране. Украина, Таджикистан, Молдова. Своеобразная разминка перед вечерним многонациональным фестивалем. Кстати, именно теме толерантности и уважения культур посвящено большинство праздничных мероприятий к одной области. А буквально в нескольких шагах от сцены развернулась выставка-ярмарка «Город мастеров». Умельцы из городов и районов области привезли все самое интересное. Картины, украшения сделаны своими руками, изделия из бересты. Часть из них можно было купить, а еще можно посмотреть, как рождаются маленькие шедевры. Нашего прихода в городе Рассказово, отец Владимир Шудавицын, вот он пишет сказки для детей и взрослых. Вот по его сказке «Тайна мотылька» я делаю книгу. О жившей на бересте эпизоды сказок, рассказывает Наталья из Рассказова, тамбовчане увидят весной в Краеведческом музее на ее персональной выставке. А пока небольшой урок для посетителей города мастеров. Кстати, купив пару новых вещиц здесь, тамбовчанам можно было смело отправляться на праздничный концерт «Фестиваль Дружбы Народов». В гостях сегодня будет впервые на тамбовской земле, если не считать советское время, знаменитый коллектив, которого мы так добивались долго, и он приехал к нам в гости. Это ансамбль танца «Жог» Молдовы, Кишинев, а также и «Кола» из Сербии. Ансамбль «Алан» из Республики Северная Осетия, ансамбль «Таврия» из Крыма, «Жог» из Молдовы и тамповский ансамбль песни и танца «Ивушка». Столько талантов из разных стран не собиралось на тамбовской сцене никогда. Благодарность, восхищенные взгляды тамбовчан и громкие аплодисменты. Последний номер скоморохи в руссконародных костюмах. Своим выступлением артисты постсоветского пространства хотят сказать – все должны жить в мире. В нашей стране больше 150 народностей. И даже специальный гость Софии Ротару – украинская, молдавская и российская певица. Пригнись, столица! Тамбов гуляет! Гуляющий тамбов одинаково подпевает новым песням. И проверенным временем хитам звезды публика взрывается, когда Ротару покидает сцену, чтобы поближе подойти к зрителям. Позже кто-то из зрителей скажет – она не просто пела для нас, она говорила с нами. Все в ваших руках! Руки подняли все! Давайте согреемся! Час с поднятыми руками и сорвавшимся от песен голосом прошел быстро. Последние слова вместе с гостей тамбовчане уже поют хором. Особый такт задают залпы салюта. Первый юбилей области, отмеченный с таким размахом, обещает стать традицией. Теперь официально каждый год день рождения области будут отмечать несколько недель. Ну а кульминации придется на 27 сентября. Екатерина Шмакова, Сергей Клишин, Роман Иносов. Область новостей. Праздничные мероприятия к юбилею Тамбовской области не закончены. Теперь участники фестиваля «Дружба народов» будут выступать в районах и городах Тамбовской области.